На площадь я не мог не пойти, потому что это во вмовах, в которых мы все находимся, это один шанец. Я первый раз голосовал, и я лишил, чтобы меня украли эти выборы. Кроме меня, в моей семье есть дети, внуки и даже один правнук. Я не хочу, чтобы они жили в такой же системе, в которой мы живем сегодня. Я разумею, что в этой стране раз на пять лет дается шанец. Так жить нельзя, нельзя слушать и верить той лжи, которую нам пытаются вбить в наши головы. Хотелось бы, как 19-го смешнее, был опошний день життя у страху. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет. Я в любой момент по своему родному городу могу пройтись в любое время, в любом месте и вообще участвовать в общественной жизни. Мне подалось, что это та энергия, которая может мне что-то изменить. Мы вышли туда с любовью, у нас не было ненависти в очах. Что ждет сторонников акции, читайте наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность тоже самая. Трагедия. Трагедия белорусского народа, наверное, даже больше, чем Великая Отечественная война. Может быть, это кощунственно звучит, потому что там были враги, чужой народ, а здесь свой, здесь мы сами с собой деремся. Ведь так уничтожаются народы, когда сами себя, сами с собой борются. Понимаете, те, которые были в масках и с палками, это тоже белорусы, они тоже граждане Беларуси. И они били же своих белорусов. Трагедия. 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 Сюда, 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 я тебе без каждого живу. Уже с двенадцати ночи я в вас тут, ну дайте списки на море, альба. Ну, ешь наше сердце, Господи. Никого не видно из наших. Звучит музыка. Как найти детей? Где найти детей? Ну дайте списки, у вас же есть дети, ну дайте нам списки, ну просим у вас. Я сына ищу сына, походу я никого не могу найти, они не дают данных, никто ничего не говорит, где дети. Списки не вывешивают, это страх Божий, что говорится. Обещали бы на ночь, обещали, что утром списки будут, до сих пор список нет. Мы стоим и требуем списки, все, что мы требуем списки, где наши дети. А нигде детей нет, все, что они говорят. Я не шоу на пошу, не шоу, как границь. Я шоу мя навіта на мирную акцию. Я не шоу за каким-нибудь кандидатом. Я шоу мя навіта, як беларусь туды, як громадянин гэтай країны. Потому что я ее вельми люблю. Люди, трымаемся! Поглядите, як дактатура нас боїться! Хтось ці ў адзенні гаишніка ў запіхвае вельми жорстка дзялчына. Яны білі я ў троіх, запіхвалі, ламалі я просто ноги. Мы не маглі прайсці мімі. Старую жаншыну просто павалілі на землю. Хацэлі ўжа забраць моего брата. А потым прабяжалі шы хтось цігу чорным, без ніяких апазнавальных знаков. Просто пачалі хапаць, біць і засовываць ў тазакі. Мені було вельми крылдна, тому што мені ось... Ну, я, як музыка, працтавляв Біларусь ў шматлікіх країнах. У 2006 годзі я з рук празідэнта Біларусі отрмаў медаль. Таксамо он мене пажал руку і павіншаваў з тым, што я став гурляўтам міжзународнага конкурсу. А 19-го Снежня я был пабіты і запіхнуты ў тазак. Невядома, за што, тому што мене затрмалі пасля плошы. І мене так здаецца, што гэта було все, апяцакі, па яго загаду. І отримлюяцца я два разы, два розныя загады, а я все-таки такой же, який и был. Вось. Нечего сегодня говорить о тюрьме. У нас никто никого в тюрьму не загонит, если он сам туда не попадет. Некоторые просто пищом лезут в нее. Виноват? Отвечай. Там больше то ли 400, то ли 500 человек. Сколько, Леонид Семенович? 631, по-моему. 639 человек там. Протокол один и тот же безобразничал, выкрикивал лозунги. Ну, в общем, короче говоря, ты нарушитель, преступник. Хотя основной лозунг-то у нас какой был? Живе, Беларусь! Это что? Преступление? Я и сейчас скажу. Живе, Беларусь! В этом здании стояли целые орды вот этих ОМОНовцев со счетами во всей своей экипировке. Если сейчас говорят, что это появились ОМОНовцы для того, чтобы порядок навести, это ложь. Ими было нашпиговано все это здание. Они заранее готовы были к любым эксцессам. А раз эксцессов не получилось с нашей стороны, значит, надо было начать бить стекла и ломать двери. Вдруг в этот момент была подана команда. Коридор! У меня первая мысль была, наверное, сейчас делают коридор, чтобы нас куда-то выбросить за пределы, чтобы мы ушли. Смотрим, нет. Узенький коридор, и нас давят прямо к открытым гостеприимно дверям машины для перевозки арестованных. Это очень серьезная акция. И то, что с ней расправлялись настолько грубо, топорно, это говорит о том, что власть испугалась. Не бейте лежащих! Вроде живой! Вроде живой! Я не знаю, как он называется. Это такая маленькая машина, железная. Говорят, это старые автозаки. Я первый раз была там. Мы нас посадили, вот мы вдвоем вот так друг против друга сидели, и вот так вот была эта дверь железная. То есть вообще мы сидели, вот практически там двигаться нельзя. Напротив нас тоже сидели две женщины. Одна среди них, одна была беременная. И там сзади сидели трое мужчин. Среди них был муж, эта пара. Стало плохо, стали задыхаться мы. Я тоже стала задыхаться. Воздуха не хватало. Просили дверь открыть. Они сначала не открывали, потом уже мы стали ругаться, как это беременная женщина. Она тоже стала задыхаться, девушка молодая. Тоже стала задыхаться. Потом все-таки они открыли сначала ей дверь. Мы вот так подышали, вот. Ну и нам, что самое смешное, нам сказали, что вы такие, мол, старые. Сидите дома, носки вяжите. А женщине, девушке, которая беременная, когда она сказала, говорит, а вы что гуляли? А вы, говорит, вышли погулять. Они говорят, если беременна, то гуляйте на балконе. Здоровье, конечно, резко ухудшилось, потому что вот язва открылась. Острый тестит сразу открылся. У меня никогда в жизни этого не было. Но я, видно, очень сильно простудилась. Потому что мы где-то четыре часа мы сидели на морозе на металлическом сиденье. Нас упрекают в том, что мы там где-то очень жестко поступаем с правонарушителями, демонстрантами и прочее. Но за мою жизнь диктатор Лукашенко ни разу не применил слезоточивый газ и водомет. Ни разу! Я хочу, чтобы у нас был народ. Потому что у нас его снищают, забивают и топчут. Я хочу, чтобы у нас была нация и был народ. Никак не думали, что белорусы не ведают мовы, не ведают культуры. И что они только могут сидеть дома. У меня весь разбитая голова. У меня все одно. Я вырослась и до конца. Сейчас я виновата, как в 1938 году говорили. Раз забрали, значит, не очень виновата. Другим же не пришли, а к этому пришли, значит, виноваты. Пятого студеня пришли до нас с ператрусом пять человек, два милиционера и три люди в цивильном отделении, представивши один милиционер, майор Макаров. Продъявили мне постанову об том, что в связи с массовыми беспорядками 19-го Снежня заведена криминальная справа. И вот у нас есть подстава лечит, что вы маете дочинение. Я попытала, какое ж дочинение. Ну вот есть у нас. И они мне не сказали, что такое. А что вам треба? Что вы хочете найти? Что вы будете шукать? Я спытала их. И они отказали, что будем шукать зброю и наркотики. Позвали понятых суседев, вельми напужали их, бедных. Мне дошло до директора и 11-го. И она мне одразу сказала, что я не могу с вами заключить контракт, потому что у вас был обыск. А значит, у вас проблемы с законом. А наставник повинен быть законопослухмянным грамадянином. Вот тому я с вами… Я боюсь. Но весь час говорила эту фразу. Я боюсь. Только наше маленькое местечко ранее было, а теперь везка. Ну и нема у нас працы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не хочу выяснить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня избивали разом с Владимиром Некляевым. Коли полгодины люди будут голосовать, а уже сбит кандидат. И не покидала сумеву, что это уладные структуры были. На супроте нас стояли гаишники, которые молчки надзирали, как нас сбивают люди в спецназовском апранасе. Нет, мы не пройдем. За нами наши люди идут. Мы идем на площадь, оставим свои права. Вот поэтому, пожалуйста, освободите машину. Не надо нашу машину смотреть. Я вам скажу, что на нашей машине радиоаппаратура. Никуда мы не пройдем. Вы нарушаете закон. Пожалуйста, проходите. Отгоните машину. Просто сами отгоните машину. Не создавайте инцидент. Все. Раз, два, три. Народ. Раз, два, три. Не создавайте инцидент. Раз, два, три. 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 Нечаканностью это не было. Нечаканностью было то, что будет минавито так. Так брутально и так... Ну... Обсумление тут вогуля говорить не приходится. Что будет так... По-животному. Так... По-фашистовскому. Но вот это слово слабое. Как описать все, что я там бачу. По-фашистам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если ты идешь, решился пойти для того, чтобы действительно изменить жизнь нашего народа, изменить жизнь нашей страны, значит тебе прямая дорога в тюрьму. Но я горжусь своим сыном. АПЛОДИСМЕНТЫ Будут все сидеть в тюрьме по закону. Для этого у нас есть следователь и суд. Обратитесь туда. Я в тюрьму не сажаю. У меня есть только единственное право помиловать человека. Все. В тюрьму президент никого не сажал и сажать не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Ни один из этих 29 человек никогда ранее не видел меня и не имел ко мне никаких претензий. Практически всех из них, я и мой адвокат, во время судимого слушания словили на лжи. На каждой утренней проверке я представлялся как незаконно осужденный. Меня осуждали незаконно. Почему я должен выполнять их требования? За то, что я отказывался выполнять правила внутреннего распорядка, я провел в штрафном изоляторе 81 сутки и в помещении камерного типа еще полтора месяца. За это время я побыл вне помещений ШИЗО и ПКТ в 8 дней. В 8 дней за 4 месяца. Меня в виде наказания, опять же, лишили за 2 дня всего. Всех свиданий положенных мне, всех передач, всех посылок. То есть, я вообще не получил ничего со свободы. Я жил только на том, что, скажем так, на положенном питании и содержании, то, что положено в колонии. Я похудел на 18 килограммов за 9 месяцев. Да, меня хотели сломать. Я даже знаю, как, где и каким образом. Зубы оказались мелкие. Видите, я же не сломался. А может, не давили так сильно. Я не знаю. Богу так надо было, чтобы я остался. Какой я есть. СИЗО КДБ, американка, вельми цикавый месяц. Я ранее уже чул про ягу. Турма была побудована за советским часом, еще до войны. Як изменчена копия Чикагской турмы, знакомитая. Там моя американка. В свой час празе прошли шмат национальных дзержавов. От Ларисы Гениуша до Славомира Адамовича уже в 90-х годах. Были устроены все умовы для того, как взломать людей, как люди сдали информацию на свои политические партии, организации, рухи. Как бы сдали расклады, якие были перед площадью чисто политические, финансовые некие схемы. И решти-решти заделись на супрацу по выходе. Кожену пропоновывался вариант начать супрацу, пройти детектор лжи и працевать на комитет. Для этого были створены все умовы. То есть, человека довести до такого стана, где он мусит выбирать не сгодно своему розуму и своему сердцу, а сгодно инстинкту самозахованию. То бишь, это постоянные нервы, постоянный выгон людей сверху вниз, по лесвице, по поверхах. Это ваджение людей в кайданах и на туалет, на прогулку, в зимовый час, в металличных кайданах. Вадзили людей в позе смертников, то бишь, кали голова мусит быть на узровне коленов, а руки подняты вверх. Ну, в кайданах, само собой. Тебе загоняют дубинку, подмышки фантышны. Тебя человек так ведет. И навык, когда человек не гоняли особисто, вот, минавито в эту хвилину, и он чул, что на калидоры гоняют к гостям. Чул крыки аховы, чул стук дубинки об бортик дроблянный, чул гуки электрошокеров и ведал, что в наступную хвилину зайдут до него. И это, в принципе, створало атмосферу напружения постоянно. Ну, и, конечно, в наступном уме точнялся дверь. Люди в масках казали, ты, ты выходишь с матрасом, со своими речами, с усим, починаешь бегать вверх-вниз, там, тебе распорнаешься, ну, ты распорнаешься, после опорнаешься. Оттискание от пола, приседание, стояние голом просто на растяжце у спортзале, так званом. Ну, и такие речи протягивали себя постоянно. У меня постоянно тягали на некие допыты и укнулись на пужать. Казали, что ты будешь себе поводить так, как мы тебе будем говорить. Запытывались, ты не боюсь о неких уколов, ты не боюсь за близких людей, которые застались на воле. Или я разумела, что такое диктатура. Я знакома близко с теми людьми, которые не раз проходили подобный шлях. Я цикавлюся историей, разумею, что люди бывали, по крайней мере, горше. И сейчас они не доходили до допыта, им уже приходилось скули лежать на земле. Там я была абсолютно спокойна и была переконана, что я не зарабила ничего такого, за что повинна бояться я. Меня было повнено, что боятся мусятые люди, которые сидят на суперсмене и мают моральное право разговаривать с подобным членом с 20-ти годовой девушиной. Самый первый шок и самый запоминающийся я испытал, возможно, в первую ночь, когда я только попал в американку и зашел ночью в камеру. Она была, безусловно, переполнена и приходилось спать, нам, большей частью политическим, задержанным за 19 декабря, на так называемых серфингах. Это сбитые доски по размеру, напоминающие обычную входную дверь, потому что нар на всех не хватало. То есть мы спали где как попало, под нарами, посередине, на тумбочке ложили эти серфинги. По поводу следователей, оперативных сотрудников Комитета госбезопасности, могу сказать, что в них мало человеческого. На самом деле это люди глубоко уже испорченные системой, гнилой системой, в которой они работают. Мне показалось, что в наследстве, что они свято верили в то, что были какие-то массовые беспорядки, в то, что мы являемся врагами народа, как нас пытаются показать по государственному каналу. Пограждали сгвалтованием, пограждали своякам, там действовали и про зэков, действовали с початку. Потому что, как отбывалось в субботу, вызвали с працы быцем, быдоначальника колонии. Отбывали у нежилое на КПП внутреннем, сустры у зэк, отбывали имени у нежилое по мяшканне. Там местовые акты у колонии начали, как кажуть, прессовать. Там пожающие разными, чем можно пожать, максимально ведаете у колонии в этих условиях. Потом это все протягнулось в штабе, с уделом 5-6 офицеров. Прозвища у всех я ведаю. Потом это все было смиксовано, скажем так, и зэки-офицеры разом удержали в вытискании этого опрошения, помиловании. Кажу, что там, навык нет своего имя, двумя высшестоящих органов намекали, что и за свои колки не боишься ты там, кто там, деток твой глядеть будет. Я сказал, что робите, я могу кинуться вось на дрот, тут на плот, с дротом стреляйте меня, я ничего показываю, что на портрет Луки, який висел зверху в кабинете, я, наверное, лысатого ничего писать не буду. Что касается так называемых политзаключенных, у нас нет политических статей в Уголовном кодексе. У нас есть статьи, посредством которых мы наказываем громил, бандитов, разгильдяев и прочую рвань, которая мешает жить нашим людям. Я не считаю себя отморозком, я закончил Белорусский политехнический институт, получил квалификацию на главного, аттестацию прошел на главного инженера. Виноват ли я, что разбил стекло? Виноват. Виноват. Но стоит ли на три с половиной года срок, который мне дали усиленного режима? Я думаю, не стоит. Надо было, оплатил бы штраф. Но кто заплатит людям, что 17 лет у нас существует беспредел, что у нас пропадали люди, потом брались кредиты и сейчас мы не знаем, как вернуть их, миллиардные, что незаконно фальсифицируются выборы. Я думаю, это не тот срок, не та вина по сравнению с моей. Но тем не менее, власть прекрасно себе существует и чувствует себя уверенно. Ну, не знаю, сколько еще будет терпеть померкованный белорусский народ. Лично я не смог выдержать и ударил по стеклу. Может, хотелось таким способом достичь новых быстрых перемен. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы доказали свое право людьми зваться. И, как мечтали наши классики-пророки, заняли свой почестный посад между народами. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Боже, мы просим Тебе за наших политвязнен, Боже, мы просим, да поможи им выйти на волю. И мы каждый день проходим тот путь, который люди прошли 19 декабря 2010 года, от Костричинской площади по проспекту до Площади Незалежности. Мы молимся сначала там, потом приходим и здесь продолжаем молитву. Куратуй нас, Боже, вот и можешь. За этот год в Беларуси ничего не изменилось в смысле прав и свобод человека. Многие из молодежи собираются уезжать отсюда, другие до сих пор находятся в страхе. А большая частка, я считаю, уже людей стала понимать, что нужно что-то делать, чтобы что-то изменилось. И в этом заслуга именно той площади, которая была год тому назад. Благодаря этой площади, я думаю, что в нашей стране будут изменения. А наши молитвы, которые мы все время молимся Господу, будут услышаны. И Беларусь в итоге станет вольной. Беларусь в итоге. Беларусь в итоге. Беларусь в итоге. Беларусь в итоге. Я назаймаю всего 2 часа, но часом старается, что для меня я назаймаю 15 суток. Меня затрымывают, бьют по голове, дружками, кулаками. Люди у цивильных, милицианты. Я кричу под опомогу, но люди сразу находят шмак интересного за окнами и просто спят. Это мой родный город Осипович. На 30 тыс. населенства я, а маль, что тут один оппозиционер. Когда я являюсь в публичных местах моего города, у милициантов это вызывая неприхованный психоз. Меня за этот год разов 10 обшукывали, шукали, что у меня в заплечнику, что у меня в кишенях. Так выцветлялился, ничего криминального у меня нема. А я им это доставляю задовольнение, затрымливать меня, зневожать. А в 8-х гостричника, когда я собирался ехать на народный сход, меня просто вытянули из электрички и напросто сбили. Двое штатском и трое у форме. Когда я после плосшей отсидел 15 суток, я ходил по своему городу, приходил домой, вздымал свою скорую куртку и спина у меня была оплеванная. Пошла поголоска, что Симберов таки здрадник, таки шпион. И люди литерально плевали мне на спину. Это было вельми бридко. А вот она вот стена, дожка, гонору, так званая. Тут ранее висели портреты людей, которые, так бы, мовить, были барты этого, как бы тут висеть. Теперь мы бачим тут что? Белограпром, Могилёв Энерго. Нема кем ганарыцца. Нема людей в моем городе, кем можно ганарыцца. А вот эта площадь, площадь Ленина, наврать те количество заполнится людьми. Потому что люди моего города не мкнутся до воли. Но моя площадь прошла недаромно для меня. И когда завтра снова будет площадь, я снова буду там. Я снова буду со своим народом. Я снова буду с беларусами. С теми, кто лечит себя беларусами. Кто лечит себя, чтобы не было искусствами, так же у нас не было остальных. Позже я смог закончить свой колледж. Я же гастролевал в широком разных краях. а потом у меня отрымалося поступить без экзаменов в Академию музыки, благодаря музыкальному конкурсу, и отрымалося, что я просто перейшел площадь свободы от музыкального колледжа до Академии. Это был шлях до моей мамы, и в общем музыка это моя свобода. Академия 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 бывает часто сумна, але я все равно люблю эту свою краину, и сам спрабую неек от себе додавать этих культурных моментов, что, может, музыцы тешил с чем-то. Академия Академия После площади я была звольнена с праце наставника Тальковской школы. Четыре месяца в угле не могла найти работу. А потом меня взяли паштальоном. На Тальковской почте я сейчас працую. На жаль книги, которыми я корысталась для уроков. Сегодня мне мало что не потребны. Хотя, конечно, я протягую займаться краезнавством. Допрацовую свою книгу, как бы выдать другое выдание. Когда я працывала наставницей, мой заработок был в последние месяцы миллион семьсот. А тут я отрымливаю у себя пятьсот-семсот тысяч. И за это я потеряла мягчимость реализовать свою еще одну мару. Занятки агроэкотуризма. 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 Выписывают у нас у Тальцы больше державную прессу, опозицийных газет только три, нашу Ниву одну и две народных воли. Я весь раз думаю про эти события, которые происходили в 19-е Снежне, и шукаю сенс, почему это все с нами происходило. Мне кажется, что это испытание, особенно я это воспринимаю, для себя, для нашего народа. И если бы я сегодня на площадь, я думаю, что иначе нельзя ничего изменить. И площадь не знаю, как можно изменить, но все-таки там нечто, там отбывалось нечто. Иначе ничего сегодня не могло. Ребята, вы не с тем связались. Я прятаться в подвале не буду. Поэтому давайте на этом закончим. Закончим. Больше безглуздой демократии, бестолковой демократии в стране не будет. Президент Республики Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко Чернобыль формально захватил где-то одну четверть Беларуси, а Лукашенко захватил всю Беларусь. То есть это беда куда большего масштаба, чем Чернобыль. Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко Субтитры создавал DimaTorzok Современная Беларусь, ну это знаете, тут как, как такой старик, дряхлый, который сидит, сидит с протянутой рукой, такой грязный, дряхлый весь, сидит с протянутой рукой, и когда рядом проходят люди, не дают ему ничего, денег, не дают ему ничего, он начинает ругаться на них матом, говорить, вот вы такие сякие, ну просто без причины, не от того, что он такой, а потому что они не дают ему денег, как будто бы они ему что-то должны, он сам создал, сам загнал себя в ту яму, в которой он есть. Я думаю, что вопрос современной Беларуси это такой великий натоуп людей, яких с руками за спиной гонять этапом, невидимо откуда, невидимо куды. При чем гонять всего пару вертухалей. И на тоуп, коли он захочет, он может их раскидать, навык не смотря на их стрельбы, на их оружие, и может пойти туда, куды хочет. И проблема Беларуси в том, что они еще не осенсовывают, что в принципе они могут сбегать, они могут зайти за этого шляху, они могут пойти жить своим жизнью. Так что для меня Беларусь сейчас является худшей такой духовной, психологичной турмой в сердцах каждого человека. Неможливостью и часто нежаданием людей застись из этой турмы, нежаданием сбегче. Сегодняшняя Беларусь мне видится в виде какого-то огромного конвейера или концлагеря. Люди превращены в бесформенное, безинициативное быдло, и также к ним относятся власть имущие. Более того, это все сеет недовольство внутри самой, внутри самих людей, среди народа. И это отражается на всех сферах жизнедеятельности. Беларусь я могу сравнить с домом, у которого со всех углов потрескался фундамент. И как его восстановить, или усилять, или наоборот разобрать все до основания, тут трудно сказать. Может еще есть возможность исправить это, а может стоит и разобрать все. Вот 17 лет строили, строили, как говорил Чебурашко, и наконец построили. Свободу! 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 Как? Как эта страна называется? Беларусь. Беларусь. Беларусь.